представляет. Ирина Снегирёва «Держись, Академия или избранная дракона». Текст читает Ирина Воронцова. Глава первая. Василиса Князева. Я вышла из учебной части и шумно выдохнула. Наконец-то! Второй семестр выдался непростым, и все эти экзамены изрядно измотали нервы и отняли время сна. Обычная студенческая жизнь, от которой сегодня хотелось сбежать куда-нибудь подальше. «Василиска, ну как? Приняли зачётку?» — поинтересовалась Галка, подружка по группе. «Ага», — подтвердила я и закинула рюкзачок через плечо. «Проще сдать литр крови, чем пройти через всё это». «Тебе-то что переживать? У тебя ещё ни разу пересдач не было», — возразила Галка, и в её голосе мне послышались ноты зависти. Насмешливое фырканье старшекурсника Милоша, проходившего мимо, мы дружно решили проигнорировать. Этот парень пользовался спросом у девчонок, а на неугодных смотрел сквозь пальцы. Я не стала цепляться к словам подруги и расспрашивать, в чём дело. Галка не смогла поступить на бюджет и училась платно, да и то с натяжкой. Зато человеком она оказалась хорошим, что меня вполне устраивало. «Отметим», — поинтересовалась Галя и подмигнула. «Займи место, сейчас буду». Я кивнула и с пониманием улыбнулась. Чашка кофе и пирожное в кафе через дорогу — вполне приличный способ отметить окончание третьего курса. Мы часто так делали. «Догоняй», — произнесла я и поспешила в кафе. Погода сегодня была приотличной. Лил сильный дождь и гремел гром. Летняя гроза освещала тёмное небо. Но для того, кто полностью закончил учебный год, подобное казалось сущим пустяком. «Князева», — послышался мужской голос в тот момент, едва я перешла дорогу. Я повернулась, уже догадываясь, кто за спиной. Снова Милош. Его преследование насторожило. Из-за дождя не стала дожидаться, когда парень меня догонит. Добежала до ступени к кафе и обернулась, понимая, что разговор не закончен. И я зачем-то понадобилось этому нетоварищу. Что? Нахмурилась, смахнув с лица тяжёлые капли дождя. Высокий, худощавый блондин выглядел чересчур аристократично. Несмотря на какую-то аномальную бледность, в нём чувствовалась скрытая сила. Девчонки по нему сохли, а меня этот парень всегда отталкивал. Что-то пугающее было в нём и непонятное. «Привет», — блондин самодовольно спросил, сверкнув идеальной белозубой улыбкой. «Куда спешишь?» «Я уже пришла, а что?» «Суровая», — улыбнулся Милош, загородив вход в кафе. «Не сердись, Василиса. А у тебя закурить не найдётся?» «Я не курю», — недовольно передёрнула плечами. «Пропусти, мне нужно идти». Взглянула на Милоша, как на пустое место. Чтобы осознала бледность блондинистая, что я не клюнула. Упёртый старшекурсник меня не понял и чиркнул зажигалкой. Я случайно бросила взгляд на огонь. И в тот же миг мир взорвался сотнями горящих искр, разлетевшихся вокруг. Возникла яркая вспышка, после которой я попросту исчезла, в жарком огне. Сгорела полностью. Чтобы очнуться, лежащий на мраморном полу. «Холодненькая пошла», — простонала я, ощущая сказочно приятную прохладу под щекой и ладонями. На всякий случай повозила по полу руками, чтобы ещё раз убедиться в отсутствии жара вокруг. «Кайф!» «Леди, а что это вы тут делаете?» — изумлённо поинтересовался чей-то голос над моей головой. Я перевернулась на спину и уставилась на незнакомого старичка в зелёной мантии. Мы находились в каком-то огромном зале, исписанном непонятными символами и знаками. А больше здесь не было совершенно ничего. Это было так необычно и странно, что я не сразу нашлась, что ответить. В голове пронеслись последние события, но в них совсем не было места объяснению, как я попала сюда. «Не знаю», — честно ответила я и попыталась подняться. У меня всё получилось. Оказалось, что при своём среднем росте я даже не доставала старичку до плеча. «Понимаю. Наверное, вы прибыли на вступительные экзамены», — догадливо протянул мужчина. Я его шутки не поняла и насторожилась. «Какой ещё экзамен? У меня всё сдано». На всякий случай ещё раз обернулась и посмотрела по сторонам. Место, в котором я оказалась, не вызывало ровным счётом никаких ассоциаций. «Странно, что портал сработал, ведь приём уже закончен», — задумчиво протянул мужчина, рассматривая меня с неподдельным любопытством. Разве только пальцем не ткнул, а ему хотелось, я видела. «Какой приём и куда?» — не поняла я. «В Академию магии, разумеется. Вы что, не в курсе, куда попали?» «Э-э-э-э», — на всякий случай отступила. «Мало ли, что у этого старичка на уме. Он высокий и в странной мантии, а я тут совершенно одна?» «Мне бы домой. Вы поможете?» «К сожалению, это не в моей компетенции». Переспросить ничего не успела. Послышался лёгкий треск, после которого по центру зала пронёсся электрический разряд. А потом появился он, худощавый блонтин, оказавшийся коварным гадом. «Милош Дробыш», — с удивлением выдохнул старичок. В его голосе послышался металл. «Почему вы здесь, а не на занятиях?» «Профессор, и вы здесь?» — растерянно произнёс тот, кто преследовал меня у кафе. Я сразу поняла, что нужно пользоваться моментом и действовать. «Эй, верни меня обратно!» — возмутилась я, обращаясь к старшекурснику. Парень резко крутанулся и уставился на меня, как на недоразумение. Но я не хотела в этом разбираться. «Князева», — с досадой произнёс Милош и поморщился, словно моё присутствие для него сейчас совершенно лишнее. «Дробыш, это ваших рук дело?» — подал голос недовольный старичок. Он сразу просёк суть претензий. Умный. «Вы знаете, что недопустимо...» «Милош, верни меня домой!» — сквозь зубы произнесла я. А он, гад блондинистый, вместо того, чтобы всё исправить, побежал от нас. Разве я могла не воспользоваться случаем и не догнать обидчика? Субтитры создавал DimaTorzok